Отлично. Всем добрый вечер, большое спасибо, что вы пришли. Я буду рассказывать сегодня о том, как современная молекулярная биология изучает старение, какие есть современные представления о том, что такое старение, и есть ли надежды на то, что, возможно, в будущем удастся старение замедлить, а может быть и остановить. Начну я с печальной новости. Плохая новость заключается в том, что мы стареем. Примерно каждые 8 лет нашей жизни увеличивают вероятность нашей смерти в тот или иной момент времени примерно в 2 раза. Увеличивается вероятность самых разных заболеваний. Но те заболевания, которые у нас ассоциируются со старением, это прежде всего сердечно-сосудистые заболевания, это рак, инсульт, имфизема, пневмония, диабет. И даже несчастные случаи становятся более вероятными, когда вы достигаете пожилого возраста. Но есть хорошая новость, которая заключается в том, что во всем мире без исключения наблюдается положительный тренд по увеличению продолжительности жизни. За последние 60 примерно лет нет ни одной такой страны, где бы продолжительность жизни не увеличилась бы. Где-то она увеличилась немного, где-то она увеличилась много, где-то на 25 лет, где-то на 10, где-то на 15. А сейчас существуют страны, где средняя продолжительность жизни уже превысила 80 лет. Например, Австралия, Канада, Япония, некоторые европейские страны. И все это достигается в значительной степени благодаря научно-техническому прогрессу, медицине, санитарии, более доступной еде, ну и всему остальному, что связано с развитием науки и технологий. И это все, конечно, здорово, но есть ли у нас надежда, что нам удастся не просто продлить жизнь, но и изменить вот этот тренд? То, что с увеличением количества годов, которые нам исполнилось, вероятность нашей смерти увеличивается. Когда братьев рай спросили, можно ли достигнуть контролируемого полета, они сказали, если птицы могут, значит, можем и мы. И в итоге сделали самолет. По аналогии, когда биологов спрашивают, можно ли достигнуть вот такого типа старения, при котором вы не стареете, они отвечают, да, гидры могут, значит, можем и мы. Гидры — это такие водные организмы, у которых нету вот того тренда, который я описывал, чтобы смертность увеличивалась с возрастом. Они могут умирать, они не бессмертны, но если вы возьмете таких гидр, вот здесь вот, собственно, картинки из научной статьи, где взяли три вида гидр, поместили их в благоприятные условия, в большом количестве особей, и каждая особь жила в своем таком маленьком аквариуме, где ей было хорошо и комфортно. Иногда они погибали, но смертность, которая отложена по оси Y, она была примерно постоянной и не менялась с возрастом. А при том, что эти гидры уже были изначально взрослые, то есть не то, что они вот здесь им исполнилось 8 лет, они уже были какого-то своего возраста неизвестного, ну и дальше они еще 8 лет прожили не старее в этой лаборатории. Ну, гидры, они очень на нас не похожи, они, например, могут заниматься бесполовым размножением, у них есть много разных особенностей, но ближе к нам вот такой организм, это голый землекоп. Вот эти вот милашки, они живут 30 лет, могут прожить 30 лет, что примерно в 10 раз больше, чем живут родственные им мыши, крысы, которые являются таким стандартным объектом изучения в лабораториях. И раз они живут в 10 раз больше, из этого следует, что, возможно, у них есть какие-то генетические признаки, которые делают их такими замечательными, и поэтому они представляют очень большой интерес для как раз молекулярных биологов, которые прочитали полностью геном этого голого землекопа, то есть узнали, чем его гены отличаются, например, от генов мышей, крыс и некоторых других землекопов, кстати, которые тоже существуют. Есть более долгоживущие виды, менее долгоживущие виды, и пытаются разгадать, что, собственно, такого уникального вот в этом организме. Пока что ответа на этот вопрос нет. Мы не знаем, почему они так медленно стареют, но есть некоторые догадки. В частности, одна из вещей, которая делает их особенным, это то, что они почти не болеют раком. Вот недавно была новость, что пара голых землекопов заболела раком. Это была в научной сенсации, про это писали в новостях научных. Представьте себе, если бы сенсацией было то, что люди заболели раком, а не нашли лекарство какое-то от этого заболевания. Они болеют раком, но очень редко. И когда изучали то, как у них появляется рак, выяснилась такая интересная деталь, что у млекопитающих, в принципе, есть очень много разных механизмов защиты от рака. Рак — это когда у вас мутантные клетки начинают активно делиться, появляются опухоли. И вот когда клетки активно делятся, они уплотняются, они начинают чувствовать друг друга. Есть механизм у млекопитающих, который позволяет клеткам это почувствовать и перестать делиться. Запускают некоторые механизмы внутри клетки, ограничивающие деление в условиях такой тесноты. У голых землекопов этот механизм продублирован. То есть есть запасной путь контроля за состоянием того, что есть окружающие клетки, которые мешают делиться. И это, возможно, один из механизмов того, почему они реже болеют раком, хотя не факт, что это единственный. Ну, вот голые землекопы, они живут дольше, чем многие мыши и крысы. Но при этом вообще у животных продолжительность жизни очень сильно различается. Из этого уже следует, что, в принципе, гены, конечно же, влияют на продолжительность жизни. Есть животные, которые живут там несколько десятков дней. Есть животные, которые живут сотни лет. Пытались найти какие-нибудь закономерности, а почему, собственно, одни животные живут дольше, другие живут меньше. И мне кажется, что поиск таких закономерностей неизбежно требует некоторой отсылки к теории эволюции. Из знаменитой цитаты Теодосия Добжанского «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции». Я поясню, какое это имеет отношение к старению. Представьте себе, что вы мышка-полевка. И, предположим, у вас возникла такая мутация, которая позволила бы вам прожить сто лет. Но вы не проживете сто лет, потому что вас через полгода съест хищник. Поэтому эта мутация вам абсолютно бесполезна. И вот когда организм является постоянной, скажем так, жертвой каких-то внешних угроз, то давление, естественно, в отбор на то, чтобы этот организм в процессе своей эволюции, чтобы у этого вида появлялись мутации, позволяющие ему жить долго, такой механизм очень слабый. Такому организму гораздо важнее оставить много-много потомства как можно быстрее, прежде чем его съедят. Тогда его гены передадутся в следующие поколения. Все меняется, если вы такой организм, который, в принципе, может прожить долго, если бы у него были соответствующие на то генетические механизмы. Ну, например, если вы очень большой организм, поэтому вас никто съесть не может, если вы кит. Или если вы умеете очень быстро убегать, если вы птица, вы можете улететь. Или если вы живете под землей, где вас трудно достать. Как, собственно, и происходит случай с голубым землекопом. Понятно, что все эти такие законы в биологии не абсолютны, бывают самые разные исключения из этих правил, но в целом более крупные организмы живут дольше, ну и дольше живут те, кто легче избегает самых разных хищников. Можем ли мы с помощью эволюции продлить жизнь какому-нибудь виду? Оказывается, что можем. Есть опыты по селекции такого долголетия, сделанные на плодовых мушках-дрозофилах. Можно было бы такие делать опыты и на людях, но люди очень медленно меняют поколение, и, грубо говоря, исследователь бы составился бы и сам умер, прежде чем получил бы результаты исследования в попытке выведения более долгоживущих людей. На это бы ушло, не знаю, несколько тысяч лет. А в случае с мушками это можно сделать в лаборатории достаточно в разумные сроки, несколько лет можно позаниматься этим и вывести более долгоживущих дрозофил. Как это делалось? В случае с теми работами, которые я здесь цитирую, идея была такая. Давайте возьмем самок-дрозофил. Они откладывают яйца. Эти яйца, из них вылупляются какие-то личинки. Мы будем брать яйца только тех мушек-дрозофил, которые были самыми старыми в предыдущем поколении. Если плодовая мушка была достаточно старой и при этом смогла оставить потомство, значит, наверное, у нее есть какие-то гены, которые ей позволили сохранить репродуктивное здоровье до более позднего возраста по меркам этих плодовых мушек. И вот отбирая все более и более позднее потомство за достаточно сравнительно разумный период времени и несколько лет селекции, ученые смогли сделать самок-плодовых мушек-дрозофил более долгоживущими, примерно процентов на 20. Ну, или около того. То есть, в принципе, можно с помощью вот такой селекции отбирать более долгоживущие виды. Но понятно, что людям это никак не поможет, потому что, ну, как я уже сказал, мы очень медленно меняем свои поколения. Означает ли это, что существует какая-то вот генетическая программа, какой-то ген долгожительства? Или программа, кнопочка, на которую можно нажать, и организм начинает из-за этого стареть? Вовсе нет, но хотя есть примеры организмов, в которых действительно есть просто заложенная программа смерти. Ну, например, лосось, известный тем, что он откладывает икру, и самка откладывает икру, и после этого она умирает просто потому, что так она устроена. Такова ее физиология. Это не очень интересный пример, есть более забавный. Вот этот вот осьминожек, видите, он здесь в кокосе сидит. И замечательное видео в интернете, где эти осьминоги в кокосах катаются по морскому дну. Так вот, эти осьминоги, самки этих осьминогов, они постолк откладывают яйца, они через месяц примерно погибают. Они перестают питаться и умирают. И оказалось, что вот этот признак можно исправить даже не с помощью какой-то генной инженерии, а просто хирургическим путем. У них есть некоторые железы, и если их удалить, тогда самка откладывает яйца, а потом еще примерно полгода, то есть в шесть раз дольше, нормально живет, питается, и у нее не возникает вот этой вот запрограммированной смерти. Хирургическая операция продлевает жизнь вот этим вот осьминожкам. У нас такого не наблюдается, но некоторые отдельные клетки человека вполне себе могут запрограммированно себя убить. Вот эта запрограммированная клеточная смерть называется апоптоз. Вот вы здесь видите клетку, которая подвергла себя апоптозу. Это очень важный механизм, потому что позволяет нашим клеткам защищать наше тело от рака. Если клетка накопила какие-то мутации и вот-вот может стать раковой, она может условно осознать, что она подвела нас, и как какой-нибудь самурай, который подвел своего сюзерена, совершить хракири, вот сделать себе апоптоз. И они при этом не просто себя убивают, они компонентализуются, развариваются такие вот пузыречки, которые легко усваивают соседними клетками, то есть они пытаются при этом минимизировать повреждения для тела. Возможно, вы помните, когда вы были в утробе матери, у вас на пальцах были перепонки. Но сейчас этих перепонок нету, как можете убедиться, если здесь, может быть, есть кто-то, у кого есть перепонки. Ну, чуть-чуть, но уже на небольшие, не как у лягушки. А вот эти перепонки, они тоже исчезли в процессе апоптоза. То есть, в принципе, этот процесс может быть использован для того, чтобы удалить отдельный кусочек ненужной ткани в процессе развития организма. Апоптоза — это не только про это, но может ли такая клеточная смерть быть ключом к гибели целого организма? В случае с людьми, по-видимому, нет. В случае с вот такими круглыми червями — да. Вот это Cnrabitis elegans, такой элегантный, замечательный червячок. А вот это его кишка. И его кишка, она флюресцирует, то есть она светится в ультрафиолете. Грубо говоря, если бы этот червяк пришел на дискотеку в ночной клуб, а там были эти ультрафиолетовые лампы, он начал бы там зажигать, то его кишка, она бы там очень красиво светилась. И вот эта флюресценция, она не очень сильная. Если такого червяка подвергнуть какому-то сильному стрессорному воздействию, например, можно его заморозить, а потом разморозить, то у них начинается то, что называют голубой волной смерти. В передней части кишки возникает усиленное свечение, оно распространяется вдоль кишки, когда оно доходит примерно до конца этого червяка, то это и есть момент, когда он помрет. То есть так же, как по разряжающемуся аккумулятору, можно сказать, когда у вас телефон выключится, так же можно глядя за этой полоской и сказать, когда червяк помрет. И сама эта голубая волна смерти это лишь индикатор, это не причина смерти червяка, причина заключается в другом. Когда он повреждается, у него здесь запускается механизм клеточной смерти, клетки в кишке погибают, собственно, это свечение возникает из-за того, что содержимое этих клеток оказывается выплеснуто, и там начинаются некоторые реакции, происходят химические, и не только. И вот этот червяк, эта клеточная смерть, она передается от клеток в передней части кишки соседним клеткам и дальше вдоль кишечника этого червяка. И в итоге вся кишка у этого червяка погибает, и он погибает вместе с ней. И оказалось, что мы можем сделать генно-модифицированных червяков, у которых нарушена передача этого сигнала клеточной гибели от одних клеток к соседним клеткам, и тогда такой червяк, он в принципе не является более долгоживущим, но в условиях, в которые убили бы обычного червяка, такой червяк выживет. Он не покончит жизнь таким вот странным самоубийством. Возникает вопрос такой эволюционный, загадка, энигма, почему червяки так себя убивают, почему у них есть механизм, позволяющий им себя убить из-за того, что условия испортились. Один из самых правдоподобных ответов заключается в том, что бывает так, что условия очень неблагоприятные, и в этом случае червяк заинтересован в том, чтобы его могли съесть его собственные детки. Он погибает, детки его съедают, и в этом случае червяк является таким замечательным символом материнства, заботы о потомстве. Потому что для генов, которые регулируют подобные процессы, важнее, чтобы они передавались следующим поколениям, даже если это происходит ценой одного из их носителей, если при этом выживают больше других носителей этих генов, то есть потомство. Может быть, вы читали книжку Ричарда Докинга «За эгоистичный ген», а тут примерно про это. У людей всего такого мы не наблюдаем. Мы наблюдаем то, что с возрастом все больше и больше разных клеток, тканей, органов выходят из строя, частично или полностью накапливаются самые разные типы повреждений. Одна из вещей, которая происходит, это то, что отдельные клетки могут стареть. И вот, собственно, здесь иллюстрация того, как это может выглядеть. Вот это вот фибробласт, это клетки соединительной ткани. В молодости и те же самые клетки у пожилого организма, у старого организма, они выглядят даже по-другому. Такие клетки могут превращаться в раковые, они могут вырабатывать какие-то факторы, вызывающие воспаление, они могут просто плохо выполнять свою исходную функцию, из-за этого сам по себе организм оказывается более дряхлым. И были эксперименты на грызунах, где была придумана некая такая хитрая процедура, где были выведены специальные генно-модифицированные особи, которые, если им дать определенное лекарство, могут избавляться от части своих стареющих клеток. Те клетки, которые наиболее повреждены, погибают просто, и все. Организм от них избавляется. И оказалось, что избавление от старых клеток в принципе может продлевать жизнь. Не очень сильно, там, процентов на 20, но может. То есть это один из факторов, влияющих на старение. Почему клетки могут стареть? Ну, одна из вещей, которая происходит по мере того, как клетки делятся, это укорачивание хромосом с концов. Так устроена молекула ДНК, что когда она удваивается, а удваивается она каждый раз перед тем, как клетка поделится, молекула ДНК немножечко с концов укорачивается в процессе этого удвоения. И для того, чтобы это укорачивание не затронуло какие-то важные гены, которые расположены на хромосоме, для этого на концах хромосомы существуют специальные участки, которые называются теломеры. Именно теломеры, они и укорачиваются. Такая как бы запасная ДНК. И вот теломеры с возрастом укорачиваются. Если возьмете клетку старую и сравните длину теломера с длиной теломера у молодой клетки, то у старой клетки теломеры будут короче. Это достаточно считается, что это важный механизм, ограничивающий деление клеток. То есть понятно, что есть клетки, которые должны делиться, например, стволовые клетки, которые позволяют нам восполнять утраченные клетки, которые мы постоянно теряем, клетки погибают. А есть клетки, которым лучше бы не делиться, потому что если они будут активно делиться, то может и рак получиться. Так вот, в клетках, которым нужно делиться, есть специальный механизм в противовес. Этому есть специальный фермент, который называется теломераза. И теломераза умеет эти самые теломеры достраивать. И поэтому стволовые клетки, которые должны делиться и обновлять другие клетки, они могут делиться много раз, и у них этой проблемы не возникает. И вот возникла идея. То, что клетки плохо делятся, мешает все-таки им обновляться. Может быть, если мы эту теломеразу доставим в самые разные клетки организма, то тогда это будет способствовать увеличению продолжительности жизни организма. И была придумана для грызунов такая генная терапия от старости, которая заключалась в том, что именно с помощью специальных генно-модифицированных вирусов в самые разные клетки организма доставлялся ген, еще один дополнительный копий гена этой самой теломеразы. И решили посмотреть, как это повлияет на их продолжительность жизни. И вообще ожидали, что они будут больше болеть раком. Но оказалось, что, во-первых, они раком больше не болеют, а во-вторых, они живут дольше. Живут дольше, и это было очень позитивное научное исследование, что, оказывается, возможно, мы сможем разработать генную терапию такого рода от старости. Тоже речь идет про не очень большой прирост продолжительности жизни, процентов на 20, но это здорово. Но пока никто не тестировал это на людях. А вот эта девушка, ее зовут Элизабет Перриш, она сказала, попробуй-ка я это на себе. И подняла очень много хайпа вокруг этого. Она себе ввела такую генную терапию от старости, так она говорит, по крайней мере. После этого ее приглашали на всякие мероприятия, она читала лекции, в том числе в Москву приезжала. Вот видите, ей 120 лет, выглядит она неплохо. Если что, это была шутка. Но Элизабет Перриш, понятно, что вы на одном из человек не можете поставить эксперимент, помогает ли некоторый препарат продлевать жизнь. Если завтра она умрет, это не значит, что препарат был опасный. Если она проживет 120 лет, это не значит, что это был чудо препарат, продлевающий жизнь. Нужна большая выборка людей, нужны нормальные клинические исследования. Но на людей такие исследования стоять очень сложно, потому что люди очень долго живут. И тем не менее, эта история, мне кажется, была хороша в том смысле, что все об этом говорили, и сейчас достаточно много компаний вполне серьезно настроены на то, чтобы заниматься исследованием генной терапии старения и самых разных заболеваний, которые могут при старости возникать. Вот почему вообще эта идея с тем, что мы принесем куда-то теломеры, клетки будут активнее делиться, и организм будет омолаживаться, почему эта идея в принципе с теоретической точки зрения легитимна? Потому что есть такие повреждения клеток, которые по мере их деления разбавляются. Вот здесь красненьким в клетке показаны всякие испорченные белки, испорченные клеточные компоненты, органеллы, которые не функционируют нормально, которые в клетке присутствуют в каком-то количестве и по мере ее жизни накапливаются. Когда клетка поделилась, то суммарный объем цитоплазма в два раза увеличился, и собственно все те повреждения, эти испорченные белки органеллы, они как бы разбавились в два раза, их стало меньше. Ну и дальше происходит снова накопление, клетки снова делятся, и таким образом клетки могут поддерживать некоторый невысокий уровень этого мусора внутри себя. Это хорошая новость, что клетки могут так делать, но плохая новость заключается в том, что есть повреждения, которые принципиально не разбавляются. Таким образом это повреждения в ДНК, потому что любая мутация в ДНК, она передается последующим поколениям клеток, когда эти клетки делятся. И в этом смысле внутри нас, внутри нашего тела происходит постоянная эволюция. Наши клетки, они делятся. Те клетки, которые по каким-то причинам делятся лучше, те клетки, которые могут вследствие какой-то мутации научиться избегать вот этой вот клеточной смерти, этого апоптоза, то есть они отказываются совершать самоубийство, клетки, которые по каким-то причинам научились спрятаться от иммунной системы, которая иногда наказывает плохо ведущие себя клетки, такие клетки получают эволюционные преимущества внутри нашего тела, и они начинают более активно делиться. И вот, собственно, вершиной такой эволюции внутри нас — это и есть рак. Это самые приспособленные клетки нашего организма к жизни внутри нас. Они активно захватывают питательные вещества, они активно делятся и так далее, и так далее. И в этом смысле рак — это есть некоторая неизбежная судьба долгоживущего организма, если мы не научимся с ним бороться. И, в принципе, любая идея про то, что мы должны победить старение, она должна задумываться над тем, как мы, собственно, при этом победим рак полностью и окончательно. Можем ли мы вообще это сделать? Вот, собственно, это вот та страшная и плохая новость, которая здесь происходит. И еще раз ее проиллюстрировал, кстати, один дополнительный пример, что иногда вот эта эволюция страшных клеток внутри нас, она может выйти за пределы организма. По крайней мере, это случилось несколько раз в истории биологии. Есть такое заболевание, называется венерическая саркома собаки. Это раковые клетки, которые научились передаваться полным путем у собак. Онкологическое заболевание, передающееся полным путем. Есть заболевание, которое называется лицевая опухоль тасмонийского дьявола, передается через укусы от одного тасмонийского дьявола, который покусает мордочку другого. И есть еще у моллюсков похожая штука. Тоже моллюски могут передавать друг другу некое онкологическое заболевание. У моллюсков тоже бывает рак. Такая гастрономическая шутка. Это все было очень плохая-плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что мы сильно продвинулись в том, как можно было бы лечить онкологические заболевания. Одна из самых крутых вещей, которые сейчас происходят, это недавно FDA. Это в Америке организация, которая занимается контролем за лекарствами, и за едой, и за всякими медицинскими препаратами, в общем. Она одобрила генную терапию от рака, которая заключается в том, что у пациента можно взять клетки его собственной иммунной системы, можно вынести их в пробирку, в пробирке их можно генно модифицировать таким образом, чтобы снабдить их некоторыми рецепторами, которые позволяют им распознать конкретную раковую опухоль, которая есть у этого пациента. И эти клетки, когда их вводят обратно этому пациенту, они начинают с этим раком бороться. В принципе, иммунная система умеет распознавать многие неправильно работающие клетки, их уничтожать. Но иногда так бывает, что конкретный тип раковых клеток оказался спрятанным от иммунной системы в силу каких-то своих особенностей. Но это не значит, что нельзя на него эту иммунную систему натравить. Собственно, это и делается. Это не панацея, это не то, что мы можем сейчас взять и любой рак вылечить. Это речь идет о некоторых отдельных типах онкологических заболеваний. Их очень много разных. Собственно, именно потому, что рак – это эволюционный процесс, то нет одного такого рака. Они всегда могут быть разными из-за того, что разные мутации ведут к разному типу опухолей, с разной степенью их прогрессирования и того, насколько их легко лечить. Но вот в случае с лейкемией были получены хорошие результаты клинических исследований. И в случае некоторых других заболеваний такого типа. И вот сейчас есть первые одобренные такие практики. Они пока стоят очень дорого, но я думаю, что вы все помните, сколько стоили первый мобильный телефон. Никто их не мог себе позволить. Теперь они есть у всех у вас. Но вот, может быть, и эти технологии тоже подешевеют. Следующая история, связанная со старением, это то, что с возрастом у людей может накапливаться груз скрытых самых разных вирусных и не только инфекций. Но прежде всего в вирусах, например, есть такие цитомегаловирусы, они, если вы возьмете популяцию более пожилых людей, то доля зараженных этими вирусами будет больше. Ну, можно взять и другие вирусы в качестве примера. Но цитомегаловирусы, они интересны тем, что про них известно, что есть некоторая клиническая ассоциация, что если человек заражен таким вирусом, у него повышается вероятность разных сердечно-сосудистых заболеваний. И есть гипотеза, согласно которой вот эти вирусы могут быть одним из факторов, из-за которых с возрастом у людей тоже повышается вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. Это не единственная причина, по которой это происходит, но это может быть одним из факторов. Это плохая новость, что вирусы есть, и они могут накапливаться с возрастом и повреждать наши ткани и органы. Но хорошая новость заключается в том, что и с вирусами мы можем бороться. И помимо того, что разрабатывают всякие разные противовирусные препараты, возникают принципиально новые способы борьбы с вирусами из области генной инженерии. Например, у бактерий была обнаружена специальная система противовирусного иммунитета, которая называется CRISPR-Cas9, и биотехнологи научились эту систему бактериального противовирусного иммунитета, которая умеет разрезать ДНК вирусов на кусочки, но ее научились переносить в другие организмы. Были сделаны растения, устойчивые к вирусам, благодаря тому, что они имеют бактериальную противовирусную систему. И, например, в случае с человеком, пока не на целом человеке, а на отдельных клетках, была сделана такая замечательная технология, когда берутся клетки человека, в них переносится система противовирусного иммунитета из бактерий, и когда эти клетки заражают вирусом иммунодефицита человека, то вот эта система может этот вирус вырезать. Вирус иммунодефицита человека так устроен, что он пытается встроить свой расследственный материал в хромосомы наших клеток. А вот эта штука может его оттуда вырезать, и клетки от этого вируса избавить. Возникает потенциальная возможность создания генной терапии от вирусов. То есть с этой проблемой есть некоторые ключи, как можно к ней подкопаться, и с этим фактором, влияющим в том числе и на старение, побороться. Но самый большой эффект продления жизни в лаборатории был достигнут вовсе не с помощью какой-то генной манипуляции, если мы говорим про млекопитающих, а с помощью ограничения питания. Это очень удивительно, на самом деле, факт. Но это одно из первых исследований, где это было показано. Это были обычные мыши, которых кормили едой. Вот зелененьких мышей, их кормили от пуза, то есть они ели сколько хотят. Синенькие ели на 25% меньше, фиолетовые на 55% меньше, красные на 65% меньше. По CX отложен возраст, по CY отложена доля живых особей. И мы видим, что вот здесь прошло примерно 3 года, зелененькие все погибли, а красненькие и фиолетовые почти все живы. И при этом максимальная продолжительность жизни была у них примерно в полтора раза больше. Это очень большой эффект. Собственно, вот эта картинка кратко суммирует результаты этого научного исследования. И это некоторая загадка. А с чего бы вдруг? Это же очень контраинтуитивно. Почему мы едим меньше и живем дольше? Ну не мы, а мыши. Начали перепроверять, а работает ли это на других организмах. И оказалось, что на некоторых работает, на некоторых не работает. Ну, например, вот на круглых червях, про которых я рассказывал, на них работает, на собаках работает. А вот, допустим, на каких-нибудь клавратках нет, не работает. Ну, мало ли, почему клавратки такие. Ну, в общем, смотрели на разных организмах. Были данные на макаках. На макаках получили, что вот были эксперименты, где получалось, что работает. Были эксперименты, где получалось, что вроде и не работает. Вопрос спорный. Но понятно, что дело-то, наверное, не просто в еде, есть она или нет, а в том, как организм реагирует на еду на молекулярном уровне. И этим вопросом стали заниматься, стали его изучать. И понятно, что изучать макакой людей тяжело, потому что долго живут организмы, медленно меняются поколения. Но если взять круглых червей, то на них изучать все это очень легко, изучать молекулярные основы старения. И одно из таких главных открытий, которое было сделано, это то, что в процессе старения большую роль у червяков, у круглых червяков играет роль рецептор, который называется DAV-2. Сейчас я поясню, что это значит. Организм что-то съел, у него вырабатываются некоторые гормоны, подобные нашему инсулину. Эти гормоны воздействуют на рецептор DAV-2, и дальше от этого клетка получает некоторый сигнал, после чего оказывается, что это способствует старению. Откуда мы знаем, что это способствует старению? Потому что брали и делали генно-модифицированных червяков, у которых этого рецептора DAV-2 не было. И получалось, что такие червяки живут в два раза дольше. А вот, собственно, про эти эксперименты есть замечательная лекция на TED Talks Синтии Кеннин. Я из этой лекции взял видеофрагмент, просто чтобы показать вам, что происходит с этими червяками. Вот это обычный червяк, не мутант. Для сравнения просто вот он ползает. Такой довольный, веселый червяк. Вот долгоживущий мутант, у которого испортили ген, кодирующий белок DAV-2. И вот этот червяк, видите, у него нет двух голов, у него там ботва не выросла из хвоста. То есть он генно-модифицированный, но ничем не отличается внешне от обычного. Это вот мутанты. Нет, извиняюсь, это старые обычные червяки. Старые обычные червяки, вам не нужно быть специалистом по геронтологии, чтобы понять, что он старый. Он двигается, он шевелится, но не очень. Вот он здесь чуть-чуть шевелится. В том же самом возрасте мутанты по DAV-2 выглядят вот так. То есть речь идет не просто о продлении жизни в данном случае, а о том, что это продление молодости. Червяки медленнее стареют. Они сохраняют свою активность в более позднем возрасте, когда им положено было бы уже умирать. То есть в этом можно привести такую метафору, что представьте себе, что вы пригласили девушку в ресторан, и тут выясняется, что ей 60 лет, ну и вам тоже, потому что вы живете в эпоху победившего научно-технического прогресса. На самом деле с помощью всяких разных генных манипуляций червякам вот этим кругом им продолжительность жизни смогли увеличить даже не в два раза, а в десять раз. Но я не буду рассказывать подробно про все эти. Там много сложных разных генов, которые влияют на старение. Я лучше расскажу до конца эту историю с DAV-2, потому что она более-менее понятна и легко объясняется относительно. Вот видите, какая страшная схема. На самом деле она не очень страшная. Из нее нужно запомнить только еще одного игрока. Он называется DAV-16. DAV-16 — это еще один биолог, который очень интересный и очень важный. Если DAV-2 есть, и если есть еда, то это все активирует некоторый молекулярный каскад внутри клетки, который приводит к тому, что DAV-16 не работает. Если еды нет, или если DAV-2 не работает, это все пока у червяка, тогда эта клетка начинает думать, что все очень плохо, я умираю, еды нет. Сигналов о том, что еда есть, точнее, нет. И активируется DAV-16. DAV-16 — это белок, который относится к категории белков, которые называют транскрипционные факторы. Транскрипция — это процесс, когда с ДНК считывается РНК, а потом эта РНК играет роль как инструкция для синтеза разных белков, которые выполняют в клетке самые разные функции. Так вот, DAV-16 — это транскрипционный фактор. Это фактор, регулирующий синтез РНК. Он отправляется в ядро, связывается с ДНК, с разными генами и заставляет эти гены работать. И когда эти гены начинают работать, то это почему-то приводит к тому, что клетка стареет медленней. А гены, которыми управляет DAV-16 — это гены, которые заставляют клетку лучше чинить свою ДНК, защищают ее от теплового шока и иных стрессовых факторов. То есть запускается большой набор разных защитных механизмов, которые помогают клетке дольше поддерживать свою юность, если угодно. Вот здесь возникает всегда вопрос. Ученые изучают каких-то червяков. Делать им больше нечего. Какое отношение червяки имеют к людям? Мы не червяки, и плевать на эти их гены. У нас свои гены, у нашей гены лучше, у них какие-то неправильные гены. Так вот, на самом деле, мы имеем очень похожие гены на гены червяков. Для многих генов вы можете просто сказать, какой конкретный ген человека соотносится с каким конкретным геном червяка. Просто потому, что они похожи по своей последовательности. Точнее, обычно больше похожи не столько гены, а больше похожи аминокислотные последовательности белков, которые они кодируют. И мы можем посмотреть на человеческий аналог вот этого вот DAV-16. У нас их, на самом деле, несколько таких аналогов. Один из них называется FOX-3A. И была проведена такая достаточно интересная работа, где взяли сверхдолгожители, то есть людей, которые прожили больше, чем 90 лет, и взяли людей, которые просто прожили среднестатистическое какое-то количество лет, 70 с чем-то, и посмотрели, есть ли у них отличия в том, как часто у них встречаются некоторые варианты у этого гена FOX-3A. Понятно, что у нас есть гены, и эти гены бывают у нас немножко разные. Какой-то ген мой может отличаться от какого-то гена вашего. Есть какие-то индивидуальные генетические особенности. И вот именно в этом гене нашли несколько отличий, несколько мутаций, скажем так. И вот эти мутации почему-то сильно перепредставлены у сверхдолгожителей. Иная работа этого гена почему-то повышает шанс на то, что человек долго проживет. Дальше вот этот же ген оказался связан с долголетием не только у червяков, но и у подобных мушек Дрозофил. Про это я рассказывать не буду. Но интересно, что он оказался связан с долгожительством у гидр. Вот этих самых бессмертных организмов, про которые я рассказывал, генные инженеры научились отнимать у них это бессмертие, условное бессмертие. Гидры, они умеют размножаться бесполым путем. И для этого у гидр у них есть стволовые клетки. И у них есть три основных типа стволовых клеток. У них есть там три слоя, они называются, может быть, вы помните в школе, эктодерма, мезодерма, эндодерма. Вот у них есть на каждой из этих слоев свой тип стволовых клеток. И поскольку гидр умеет размножаться бесполым путем, то им очень важно передать своему потомку, своему клону, который отпочковывается от них, передать ему полностью функциональные стволовые клетки всех трех этих типов. Чтобы вот этот организм тоже мог потом размножиться бесполым путем и так далее, и так далее, и так далее. Из этого возникает у гидр очень важный, очень сильный отбор на то, чтобы вот эти стволовые клетки не старели. Потому что если они не будут стареть, то тогда каждая следующая гидра будет стареть все быстрее, быстрее и быстрее. И гидры вымрут и не смогут размножаться бесполым путем. И вот во всех этих трех типах стволовых клеток работает как раз гидрин-аналог от этого гена DAV-16. Он их называется просто FOX-O. И когда биотехнологи взяли и этот FOX-O вырубили гидры, то гидра начала стареть. У нее стволовые клетки делились медленнее, они медленнее омолаживались, и смертность гидры с возрастом начала увеличиваться. То есть один и тот же ген играет роль в старении самых разных организмов. Но это не значит, что все, что справедливо для одних организмов, нужно переносить на другие организмы. Например, один из способов активировать это DAV-16 у червяков, это можно взять у червяка его половые клетки из ганат, их удалить, и тогда червяки дольше живут. Я не уверен, что если у людей удалить половые клетки из наших половых органов, то мы будем дольше жить. Не все нужно переносить. Развивая эту идею про то, что молекулярные механизмы старения у разных организмов могут быть похожими, еще один пример. А вот это называется мышь Бранта. Это долгоживущая летучая мышь. На этом графике показано, как вообще с изменением массы тела увеличивается максимальная продолжительность жизни. Вот здесь отмечена масса, здесь отмечена максимальная продолжительность жизни. Это такая логарифмическая шкала. Но вот видно, что чем более крупный организм, тем в среднем он дольше живет. Человек является выбросом. В том смысле, что мы живем сильно дольше, чем нам положено, исходя из нашей массы тела. И вот летучая мышь Бранта. Она живет сильно больше, чем не положено, исходя из ее массы тела. И есть еще другие всякие летучие мыши, синенькие, которые тоже долгоживущие. А есть и летучие мыши, не очень долгоживущие. И вот всяких разных таких вот млекопитающих, долгоживущих, не очень их изучали, их геномы сравнивали, как у них отличаются теленные гены, которые являются аналогами генов, я в кавычках назову долголетие у червяков. И вот я говорил про DAV2, мутации, в которой в два раза продлевают жизнь червяков. У летучих мышей аналог этого гена называется рецептор консулиноподобному фактору роста 1. И вот в этом гене аналогу DAV2 есть у долгоживущих летучих мышей вполне определенные мутации, которые специфичны именно для долгоживущих летучих мышей. И это является некоторым свидетельством в пользу того, что у них этот ген изменился, изменился, адаптировался к их долголетию. Есть несколько способов повлиять на наш аналог этого DAV2, ну, наш, в смысле, млекопитающих. У нас он называется, я уже сказал, рецептор консулиноподобному фактору роста. Вот у этих вот карликовых мышей, вот этого мышонка его зовут Йода. Он карликовый, а это вот принцесса Лея, это его подружка, маленьких карликовых мышат, генно-модифицированных, держит вместе в одной клетке с крупной мышкой, чтобы крупная мышка их грела, потому что маленький мышонок очень быстро теряет тепло. Так вот, мышонок Йода — это генно-модифицированный мышонок, у которого нарушено производство гормона роста, как следствие у него уменьшается количество инсулиноподобного фактора роста, и как следствие они долго живут. Вот такой мышонок прожил больше четырех лет, и по нашим меркам, если переносить на наш возраст, он прожил 120 лет условно. И таких мышат много, их изучают. И вот это все тот же самый механизм с DAV2, но уже работающий у мышей. Только с нашим аналогом этого гена. А вот это люди из Эквадора, там есть популяция, примерно 250 человек, с синдромом Уорона. Синдром Уорона — это такая генетическая особенность, при которой не работает рецептор гормона роста. И в этом случае ожидают, что они, может быть, будут дольше жить. Мы этого не знаем, потому что люди слишком долго живут. У нас не накоплено количество выборки, чтобы померить, дольше ли они живут. Но показано уже сейчас, что они реже болеют раком и диабетом, то есть некоторыми заболеваниями, связанными с возрастом. И вот это последствия всего того же самого механизма, по-видимому. По крайней мере, так считается в современной науке. Ну, иногда мы можем пролить немножко света на механизмы старения, рассматривая особенно интересные случаи, когда, например, люди, наоборот, слишком быстро стареют. Вот это молодой человек, ему здесь то ли 16, то ли 17 лет, если не ошибаюсь. У него прогерея – это синдром преждевременного старения. Это генетическое заболевание, связанное с мутацией в гене, который кодирует белок, который называется ламин А. Это белок, который важен для создания структуры ядра. Вот есть ядро, у него должна быть правильная форма. Там есть специальные белки, которые этому ядру придают его структуру. И мы знаем, что мутация в гене, который важен для этой структуры, приводит у нас к прогереи, а у червяков, которые являются долгоживущими, наблюдается то, что по мере того, как они стареют, их структура ядра нарушается медленнее, чем в том случае, если они недолгоживущие. То есть еще одна параллель между тем, как стареют люди, и тем, как стареют те же червяки. А это совсем интересный случай и почти уникальный, эта девочка, ее зовут Брук Гринберг. Вот здесь ей 5 лет, здесь ей 10 лет, здесь ей 11 лет, здесь ей 15 лет. А это она вместе со своей сестрой. Вот сестра, видите, взрослеет, а девочка эта не взрослеет. Почему так происходит, никто не знает. Она на самом деле такая не одна. Нашли еще потом 6 или 7 таких вот девочек. А почему-то все девочки, но не факт, что это как-то связано с полом. Может быть, просто так совпало. Это некоторый синдром, при котором человек не взрослеет. При этом нормально не развивается мозг. То есть они не вырастают, не умеют говорить, не умеют нормально общаться с другими людьми, но при этом не взрослеют. Был вопрос о том, не стареют ли они. Есть некоторые маркеры старения, которые померили, и у них оказалось, что они все-таки стареют. Они просто не взрослеют. Это не есть секрет не старения. Однако есть одна интересная гипотеза старения, исходя из которой исследование того, что пошло здесь не так, очень важно. Одна из идей такая, что почему вообще мы стареем. Может быть, есть такие гены, которые полезны в молодости, позволяют нам быстро нарастить мышечную массу, быстро набрать нужное количество клеток, большое количество клеток, чтобы вырос нормальный взрослый организм, способный за себя постоять в разумные сроки. И, может быть, эти гены лучше бы не работали в более позднем возрасте. Гены, полезные в молодости, могут быть неполезными в старости. Потому что когда уже организм формировался, ему уже не нужно, чтобы у него кости росли, ему уже не нужно, чтобы у него шли какие-то процессы, связанные с эмбриогенезом. И, может быть, какие-то из этих генов немножечко подтекают, немножечко работают, когда им не положено, и это тоже вносит некоторый вклад в старение. Если мы поймем, какие гены отвечают за запуск процесса взросления и научимся их отключать, может оказаться, что это поможет в будущем и в некоторой степени замедлить старение. Но пока это просто спекуляция, никто этих генов не нашел. Геном этой девочки вроде бы прочитали. Чем она генетически отличается от других людей, в принципе, может быть, даже и известно. Но люди отличаются между собой генетически очень многими генетическими вариантами. Например, между мной и любым из присутствующих здесь в среднем около трех миллионов индивидуальных генетических отличий. И найти среди этих миллионов генетических отличий именно те, которые сделали человека уникальным в конкретной сфере невзросления, очень сложно. Вот я рассказывал всякие страшные истории про то, что мы должны быть карликами без ганат, чтобы не стареть, и не есть при этом еще голодные карлики без ганат. Все это звучит очень неаппетитно. Но есть один механизм, связанный со старением, который, мне кажется, очень оптимистичный. Потому что и сам механизм замечательный, и способы воздействия на него вполне себе гуманны и приятны. Есть такая штука внутри клеток, которая называется аутофагия. Я рассказывал про то, что клетки могут накапливать некоторые повреждения, спорочные белки, спорочные органеллы. Когда они делятся, они как бы омолаживаются. Но избавляться от такого рода повреждений клетки могут еще одним способом. Как раз вот через эту аутофагию. Всякие эти плохие белки, неиспороченные органеллы помещают в специальные пузырьки, которые сливаются с другими пузырьками, в которых есть специальные ферменты, которые все это переваривают. И после этого клетка что-то утилизирует, что-то выбрасывает наружу, и таким образом избавляется от этого мусора. За открытие механизмов этой аутофагии в прошлом году дали Нобелевскую премию. По-моему, по физиологии и медицине. Так вот, вот эта аутофагия — это то, что в принципе может происходить в клетках, но происходит не всегда. Иногда этому процессу мешает специальный белок, который называется тор. Я его назвал тор-покровитель мусора, потому что тор, я потом дам расшифровку, что на самом деле значит тор, но он, грубо говоря, говорит, вот у вас лежит в холодильнике протухший сэндвич, но вы его не выкидывайте, он еще нам пригодится. Это такой, в каком-то смысле, его можно сравнить с таким вот, ну, было бы не как это сказать, что это атовизм, потому что на самом деле он нужен для чего-то, он нужен на самом деле много для чего нужен, но, грубо говоря, представьте себе, что вот ваши предки жили в условиях блокады, когда было голодно, и действительно этот мусорный сэндвич, который там уже протух, мог в принципе спасти им жизнь. Но теперь мы живем в другое время, когда еды очень много, может быть, даже слишком много, а этот товарищ все еще ждет блокаду, и поэтому не хочет запускать, не дает запускать клеткам эту самую аутофагу, не дает клеткам переваривать этот мусор и избавляться от него. И вот, в принципе, голодание – это одно из тех вещей, которые может таки заставить его успокоиться, потому что, о, блокада, я же говорил, блокада наступила, вот пора переваривать. Голодание может запустить, отменить работу этого самого тора, и тогда клетка начинает заниматься этой самой аутофагией. Но эту аутофагию можно запустить и без голодания, и есть целый набор молекул, которые называют ингибиторами тора, то есть это молекулы, подавляющие активность тора, этого самого белка. Собственно, тор расшифровывается как target of rapamycin, то есть мишень рапамицина в честь как раз первого того соединения, которое умеет подавлять его активность. Рапамицин. Рапамицин – это очень дорогое вещество, которое используется в медицине как иммуносупрессор при пересадке органов, а сам по себе является антибиотиком, который производится бактериями. Очень специфическая штука. Первая история с ним связана, потому что он очень дорогой. Когда проводили первые опыты на тему того, продлевает ли он жизнь грызунам, специально брали очень старых крыс мышей, потому что хотели сэкономить. Если кормить с детства этих мышей, то неизвестно, сколько маленькая выборка будет, потому что денег не хватит. А если брать уже старых, то жить им недолго, поэтому кормить их долго не придется. И даже старые грызуны, которые их кормили этим рапамицином, они жили дольше. Но очевидно, что помимо высокой стоимости этого рапамицина, есть у него вторая проблема, которая заключается в том, что он иммуносупрессор. То есть когда речь идет про грызунов, которые живут в стерильном боксе в лаборатории и не подвергаются инфекциям, то для них это не актуально, и они могут себе позволить пренебречь своей иммунной системой. Но когда речь идет про, допустим, человека, то иммуносупрессор — это не очень хорошая идея, потому что вы можете тогда, может быть, стареть будете медленнее, а болеть будете чаще, и, может быть, это наоборот придет к каким-то негативным последствиям. Вопрос вполне себе открытый. В общем, так или иначе, рапмецин не является очевидной какой-то панацеей для продления жизни, но есть более дешевое вещество, которое называется кофеин, которое тоже является ингибитором Тора. Кофеин, тоже у него есть подводные камни с кофеином. Хорошая новость, есть эксперименты на животных, показывающие, что он является ингибитором Тора. Есть исследования эпидемиологические на людях, которые говорят, что в среднем люди, которые пьют кофе, имеют примерно на 10% ниже смертность, чем те, кто кофе не пьют. Но люди генетически неоднородные. То есть бывают люди, которые в силу некоторых генетических вариантов хорошо метаболизируют кофеин, а есть и люди, которые его плохо метаболизируют. И кто-то может без вреда для здоровья выпить 5 чашек кофе в день, а кому-то кто-то не может. И из-за этого, грубо говоря, рекомендация пить кофе, в среднем она скорее хорошая рекомендация, но это не значит, что она хорошая в каждом конкретном случае. И это вопрос такой дискутируемый. Можно ли всем рекомендовать то, что кому-то может быть и не очень полезно. То есть нужно учитывать некоторые генетические особенности конкретного индивидуума. Есть, кстати, всякие генетические тесты, которые позволяют это узнать. Следующая история. Да, и, кстати, вы можете обратить внимание, что все вещества, про которые я сейчас буду рассказывать в этом списке, относятся к одной из двух категорий. Это либо что-то, что люди и так употребляют в пищу, либо что-то, что используется как лекарство, но не от старения. Это связано с тем, что старение не является каким-то таким официально признанным заболеванием, и получить финансирование на исследование лекарств от старения очень сложно. И поэтому ученые, которые их это интересуют, они придумывают всякие хитрости. Типа вот мы разрабатываем лекарство от диабета, но мы заодно проверим, не помогает ли оно от старения. Ну, на какой-нибудь модельке. Так вот, это просто контекст, в котором все эти истории нужно воспринимать. Ресвератрол — это как раз история про то, что люди так употребляют пищу, это один из компонентов красного вина. Была история про то, что французы, они много пьют вино и почему-то редко болеют среди сосудистыми заболеваниями. Не связано ли это? Провели эксперимент, выделили из красного вина этот ресвератрол, кормили им мышек, и оказалось, что мышки живут дольше, оказалось, что это ингибитор Тора, все замечательно, но потом еще оказалось, что если мы пересчитаем, вот если мы пересчитаем обратно в красное вино, грубо говоря, сколько бы человеку нужно было бы пить красного вина, чтобы получить ту дозу ресвератрол, при которой наблюдаются какие-то значимые эффекты у мышек, то оказывается, что нужно пить две бочки вина примерно в день, из чего следует, что, в общем-то, наверное, скорее всего, это не объясняет, почему красное вино, если помогает французам, то связано ли это с ресвератролом? Скорее всего, не связано. Или, может быть, это заговор фармкомпании, которые хотят, чтобы люди не вино пили, а покупали их таблетки. Но ресвератрол можно купить в таблетках, да. Метформин — это штука, которую принимают люди, болеющие диабетом. У него есть негативная сторона, у него возможный побочный эффект, например, смерть, если вы им передозируетесь. Грубо говоря, это препарат, который не стоит принимать без рекомендаций врача и без надзора за некоторыми биохимическими показателями, которые наблюдаются у человека. Но интересно с метформином следующее. Он тоже является ингибитором ТОРа, подливал жизнь всяким модельным организмам. К сожалению, ничего из этого на людях не тестировалось, поэтому мы не знаем, подливает ли хоть что-то из этого жизнь людям на самом деле в нормально аккуратных, рандомизированных клинических исследованиях. Но в случае с метформином есть тоже эпидемиологические данные, что диабетики, которые сидят на метформине, живут в среднем, имеют меньшую смертность, чем обычные люди, не диабетики, без метформина. При том, что, в общем-то, диабетики в среднем живут меньше, чем обычные люди, из-за того, что все-таки заболевание неприятное. И это такая обнадеживающая новость, но, опять же, без рекомендации врача, ни диабетику, особенно метформин, может быть, принимать не стоит. Я никого не призываю, ни в коем случае посоветоваться с врачом. Альфа-кетоглаторат – это вещество, которое спортсмены используют в качестве штуки, чтобы наращивать мышечную массу. Они думают, что это помогает. Здесь есть очень противоречивые данные, помогает ли или нет. Есть исследования, где получалось, что помогает. Есть исследования, где говорится, что не помогает. В общем, по-видимому, все это очень мутно. Но про альфа-кетоглаторат известно, что он продлевает жизнь нематодом на 50%. Это очень много. И вот это как раз очень печальная история, потому что это исследование про 50% продления жизни нематодом, это была история несколько лет назад опубликована. И с тех пор никто не проверил, работает ли это на мышах. И меня это просто очень печально, что, как же так, очевидно, прикольный препарат. Нужно его тестировать на млекопитающих, но не тестирует, потому что, видимо, то ли денег нет, то ли еще что-то. Его тестируют, тем не менее, на млекопитающих, на токсичность. Он очень нетоксичен. Это один из метаболитов, который и так в нас в очень большом количестве присутствует. В нашем теле постоянно вырабатывается альфа-кетоглаторат. И поэтому вообще вопрос, почему извне, если его употреблять, это вообще на что-то влияет. Но вот на модельных животных это влияет. И у него низкая токсичность. Он дешевый. Его можно прямо сейчас купить, потому что это биологически активная добавка для спортсменов, которая, видимо, там не работает. Или сомнительно работает, или нет. И есть, как ни странно, этанол. Ну, мы знаем, что этанол это вообще как бы штука опасная, потому что он может повышать риск развития самых разных заболеваний, начиная от рака пищевода, заканчивая раком молочной железы и может приводить к зависимости и всему такому. С другой стороны, он тоже является ингибитором ТОРа. И если взять маленькую концентрацию этанола, то червячки в этой этаноле живут дольше. А если взять большую концентрацию этанола, то они в ней дохнут. Ну, закономерно. То же самое примерно наблюдается у людей. Что если мы посмотрим на эпидемиологические данные, где учитываются всякие там изначальный уровень здоровья, социоэкономический статус людей, если учитываются иные вредные привычки, то люди, которые много пьют, у них сильно выше смертность, чем у тех, кто не пьет. У людей, которые пьют один бокал вина в день, у них смертность чуть-чуть пониже. Прежде всего за счет снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые как раз наиболее актуальны для людей в пожилом возрасте. Есть такой сайт, называется Geroprotectors.org, где как раз собраны более-менее все исследования на разных животных моделях, где проверялось, помогает ли тот или иной препарат продлить жизнь той или иной зверушке. Если интересно, можно посмотреть на более такой репрезентативный пласт из этих исследований. Ну и такая предпоследняя научная история, связанная с продлением жизни, это история про то, что называют парабиоз. Парабиоз — это когда ученые берут двух зверушек и сшивают их вместе, объединяя их в кровотоке. А вот, как показано на этой картинке, здесь сшили двух старых организмов, а здесь сшили старый организм с молодым организмом. И вот оказывается, что если сшить старый организм вместе с молодым организмом, то старый организм немножко омолаживается, а молодой организм немножко больше стареет. В частности, старение можно оценивать по такому параметру, как пластичность нервной системы и способность нервных клеток образовывать новые нервные связи. И вот такие парабиотические мышки с молодыми партнерами, их мозги медленнее стареют в этом плане. Вот такие работы озвучивают, в частности, на ТЭДе вот этот человек, кто не вискер, и можно его послушать. Ясно, что это не значит, что в будущем пенсионеров будут шивать вместе с детсадниками, чтобы пенсионеры дольше жили, и что правильно там быть вампирами, пить кровь девственниц, я думаю, тоже не сработает, потому что это не так работает, конечно. Но из этого следует, что может быть в молодой крови могут быть присутствуют какие-то вещества, которые способствуют омолаживанию организма, и мы можем их выделить, потом химически синтезировать и использовать лекарства. Или это может значить, что, например, в старом организме вырабатываются какие-то вещества, от которых лучше избавляться более молодыми почками, естественно, не молодыми почками на самом деле, а их медицинским аналогом, то есть диализом делать, устранять какие-то вредные компоненты из крови, если мы их найдем. И, собственно, вот в этом направлении движется эта область исследований, можем ли мы найти, от чего, собственно, кровь нужно очищать у людей, достигших определенного возраста, если нужно. Может быть, окажется, что это все неправда и не работает. Так бывает. И еще одна вещь. Я вот всякие разные заболевания старчески упоминал, у Сергея Шостуевского заболевания онкологические, есть еще одна история про болезнь Альцгеймера. Очень неприятная штука, из которой сильно увеличивается с возрастом, нарушение памяти. Болезнь Альцгеймера в значительной степени по современным представлениям связана с тем, что в мозге накапливаются некоторые неправильно работающие, неправильно свернутые белки, которые повреждают нервные клетки, и нервные клетки погибают. Особенно чувствительны к этому как раз нервные клетки в гиппокампе, которые связаны с памятью. И есть одна штука, которая позволяет в некоторой степени от этих белков, скажем так, избавляться. Это называется сон. Была замечательная работа Майки Нидергард, которая показала, что одна из функций сна заключается в том, что происходит такая межмехлечная жидкость, выходит из специальной межмехлечной жидкости, которая выходит во время сна, заполняет межмехлечное пространство, клетки омываются, и с этим выносятся всякие продукты метаболизма, которые в мозге могут накапливаться. И в частности вот эти белки, которые играют роль в формировании болезни Альцгеймера, тоже могут частично таким образом удаляться. И при этом проблема в том, что при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера, сон может нарушаться. И получается такая положительная обратная связь. Человек меньше спит, из-за этого у него может… Это, сейчас я рассказываю, ну, скажем так, не до конца сформированную гипотезу, которая весьма мне кажется правдоподобной. И в этом случае хороший сон достаточно важен и может помочь, наверное, не факт, но возможно может помочь при таких заболеваниях, предотвратить такие заболевания. В общем, хорошо высыпайтесь. Есть такой человек, который очень активно пропагандирует идею продления жизни. Его зовут Обаиди Грей. У него тоже есть лекция на Тедди, которая называется «Дорожная карта, чтобы покончить со старением». И у него есть некоторая метафора в этом выступлении. Представьте себе, что вы возьмете мячик и подкинете его. Подкинул ли он, упал? Гравитация бессердечная его притягивает обратно. А если подкинете его сильнее, то он пролетит дольше, но все равно упадет. Но если его кинет так, что он достигнет второй космической скорости, то он оторвется от Земли и больше никогда не вернется. И вот на аргумент, что все эти методы продления жизни, они какие-то не очень существенные, там 10-20% продления жизни, все это как-то не очень сильно обнадеживает. Обаиди говорит так очень оптимистично, скажем так, что ну вот пока вы на 20% всей жизни продлете, продлите за эти 10 лет научно-технический прогресс придумать, как продлить жизнь еще на 20%, а за эти 10 лет еще на 20%, а за эти 10 лет еще на 20%. И получается, что если вот ваша изначальная скорость, если вы достаточно молоды в данный момент, а научно-технический прогресс будет развиваться достаточно быстро, то тогда вы достигнете этой самой второй космической скорости и никогда уже на Землю не вернете, в смысле никогда не умрете. Ну, кроме того случая, когда вам на голову упает рояль. От этого в дальнейшее время не предвидится панацея. Понятно, что это очень-очень оптимистичный сценарий, такой техно-оптимизм, который не является научно обоснованным в том смысле, что у нас нет доказательств, что так произойдет. И вообще мало вероятно, что так произойдет. Недавно приезжал в Россию Майкл Шермер, автор книжки «Скептик». Он читал лекцию про свою следующую книжку, которая называется «Рай на земле», где он как раз сравнивает все эти идеи про суперпродление жизни с таким религиозным, с религией для атеистов. Одни люди верят в то, что после жизни будет рай, а другие верят, что рай наступит на земле с помощью таких технологий. Но в данном случае, с одной стороны, я бы сказал, что я бы согласился с Майклом Шермером в том смысле, что вероятность такого суперскачка в продлении жизни не очень высока. Но, с другой стороны, это есть вероятность, которая не равна нулю и на которую мы можем повлиять. Потому что научно-книжеский прогресс он уже доказал, что, в общем-то, продление жизни возможно. И там, где развиваются технологии, люди живут дольше. Без смерти обещать тяжело, но продление жизни, я думаю, вполне себе можно прогнозировать, что эта динамика увеличения продолжительности жизни, она будет увеличиваться. Это прогнозировать, я думаю, запросто можно. И это подводит меня к моему последнему слайду в презентации. Это картина Брейгеля, называется «Триумф смерти». И мне кажется, что она иллюстрирует то, что люди очень нецелесообразно расходуют свои ограниченные ресурсы. Мы очень много денег тратим на всякую ерунду, очень много ресурсов тратим на всякую ерунду, на войны, на всякое мракобесие. И из-за этого очень мало ресурсов уходит на то, что действительно важно, на образование, на медицину и на науку. При этом мы понимаем, что чем больше ресурсов будет подложено в науку, тем больше вероятность того, что сбудутся оптимистичные, а не пессимистичные сценарии развития научно-технического прогресса. И, собственно, поэтому мне кажется, что если мы хотим, чтобы наши, может быть, внуки дожили до лекарств от рака Альцгеймера и всего остального, и могли жить пусть не бесконечное количество лет, а 150 или больше, то нам нужно заниматься наукой. И, собственно, поэтому я ей занимаюсь в смысле популяризации этой самой науки и рассказываю про то, почему это важно. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз. За лучший вопрос книжка. Да, давайте поднимайте руки, мы к вам подойдем. Сейчас уже один вопрос есть. Давай. Саша, спасибо большое за интересную лекцию. Я вот из лекции понял, что у меня дедушка дожил до 94 лет, потому что, видимо, мало кушал, обязательно на ночь выпивал стопочку и хорошо спал поэтому. Но если серьезно, вопрос такой. Вот было много слайдов по мутантам червяка, по мышкам. А были ли исследования, где комплекс генов сразу изучали, и как это влияет? Ну, по комплексу, ну, как раз вот самые супердолгоживущие червяки, которые там живут в 10 раз больше, у них там целый комплекс генов как раз изменен. Нет, трансгенный именно. Ну, в смысле, нет, так это все мутанты. То есть трансген, когда вы переносите кому-то ген, а в данном случае, когда вы переносите целый комплекс генов какому-то организму, в данном случае продление жизни достигалось не переносом генов, а вырубанием генов. В случае с переносом генов, вот самая хорошая история на этой истории с теломиразой, но там тоже не совсем трансген, там генная терапия. Можно, наверное, и переносом некоторых генов какого-нибудь эффекта достичь. Например, я думаю, я не помню сейчас такой статьи, но я такой сделаю гипотетический сценарий, но вот этот ген FOXO3A, активность которого запускает самые разные защитные механизмы в клетках, я думаю, что если бы мы лишнюю копию такого гена куда-нибудь добавили, можно было бы получить тоже какой-нибудь положительный результат. Но я не знаю, это сейчас где-то гипотеза. Вот если сейчас открыть, это гипотеза, которую можно экспериментально проверить, открыв ПАБМЕД, и посмотреть, есть ли там экспериментальное подтверждение, может быть, нет. Ну, грубо говоря, в основном эти работы, где комплексное взаимодействие генов изучалось, это множественное вырубание разных генов. Это к тому, что у нас есть гены, которые мешают долго жить. И вот еще вопрос второй. Есть вот истории с бессмертными животными, ну, условно бессмертными, медуза какая-то, я, честно говоря, не помню, и вроде как акулы очень долго живут, у них механизмы старения не так как-то устроены, как у людей. Не используется это еще как-то в науке или уже используется? Ну, изучают самые разные долгоживущие организмы. Я не знаю, сколько там акулы живут. И есть какая-то медуза супердолгоживущая, есть, допустим, супердолгоживущие секвои. Вот. Есть много разных модельных организмов, которые изучаются, с этой точки зрения. Я подозреваю, что у разных организмов могут быть разные механизмы, почему они долго живут. Ну, а внимание тем или иным организмам уделяется, на самом деле, может быть, скорее пропорционально тому, насколько их удобно изучать. Потому что голые землекопы вы можете в аборатории развести и контролировать, как они там живут, а акулу, например, сложнее. Спасибо. Давайте теперь вопросы будем передавать. Да, по поводу акулы. Там, кстати, ее поймали где-то полгода назад или год назад, я тоже не помню. То есть там она 300-400 лет прожила, но она жила в арктических водах, поэтому очень медленно стареет. Спасибо. У меня на самом деле два вопроса, но они связаны. Первый, по поводу метформина. Слышали вы что-то, ну, я вас слышала о том, что сейчас в Штатах проводятся исследования о том, чтобы, условно, небольшую дозу метформина давать людям. Это реально там продлевает жизнь или как минимум снижает риск заболевания раком или другими там болезнями типа Альцгеймера. Слышали что-то об этом? Это первый вопрос. А второй, не читали ли вы случайно, достаточно сейчас, мне кажется, нашумевшее исследование в интернете Сергея Фаге про биохакинг? Ну, то есть, мне кажется, и что вы о нем думаете, если не читали? Вот первая история про метформина. Я не слышал об исследовании, где было бы показано, что так оно будет, но про то, что эта гипотеза звучит как раз вот правдоподобно, исходя из некоторых теоретических соображений, и поэтому я охотно верю, что такое исследование запустили и проводят какое-то исследование. Я бы с удовольствием посмотрел на его результаты. Может быть, я просто не знаю про то, что оно уже было проведено. Мне кажется, что еще не было. Вы слышали именно в контексте, что его запустили, да? А, ну вот, это похоже на правду, наверное, с биохакингом. Ну, там мне сложно комментировать, потому что я не изучал, скажем так, влияние на организм всех тех субстанций, которые упоминаются в рассказе про биохакинг. Я читал отзывы как сторонников, так и противников всего этого, и у противников были весьма весомые аргументы в пользу того, что некоторые из этих субстанций, скажем так, рекомендовать всем подряд не очень хорошие идеи, но и даже конкретно этому человеку, может быть, не стоит их рекомендовать. В общем, эта история достаточно опасная. Вот я надеюсь, что из моего выступления не сложилось впечатление, что я могу кому-то что-то порекомендовать в плане этих препаратов. То есть я в каждом случае пытаюсь оговариваться, что вообще-то на людях нормально, ничто не тестировали. И один человек не является хорошим модельным объектом ни для чего, потому что наше самочувствие, оно колеблется постоянно. Вот сегодня вам хорошо, завтра вам плохо, и очень легко перепутать улучшение собственного самочувствия в связи с приемом какого-то препарата с тем, что у вас просто улучшилось самочувствие не из-за него. И люди очень часто становятся верующими в эффективность какой-нибудь таблетки, просто потому что так совпало, что они приняли, когда им было плохо, из-за того, что, я не знаю, голова болела, а потом все это само у них прошло, они уже уверовали, что эта таблетка работает, и они уже всем ее рекомендуют, и подсадили на это и бабушку, и дедушку, и собаку. И вот отчасти это одна из причин, допустим, популярности какой-нибудь той же гомеопатии, что люди в это верят, потому что им было плохо, они не приняли, им стало лучше, они не приходят в голову, что, может, им просто стало лучше, не из-за этой таблетки, не из-за сахара, на котором капнули в растворчик, в котором ничего нет, ни одной молекулы. Поэтому всякие субъективные оценки собственного самочувствия это вообще не из истории науки, это нельзя назвать даже экспериментом. Когда вам предлагают, попробуйте нашу биодобавку, вам станет лучше, убедитесь на своем собственном опыте, таких людей нужно сразу посылать, и говорить, покажите ваши клинические исследования, что это работает реально на ком-то хотя бы. Хотя бы на мышах покажите исследования. Понятно, но на людях не все тестировалось. Поэтому к любым рекомендациям, вот ешьте такие-то там добавки, еще что-то нужно относиться с большим скепсисом, требовать пруфы, и вот как-то так. Добрый вечер. Спасибо за лекцию и еще за книгу. Я скачал ее на литресе и сейчас вот эту главу читаю. Так что на приз не претендую, а два коротких вопроса. Первый по поводу гипотезы о возможной связи CMV и сердечно-судистых заболеваний. На каком этапе развития этой гипотезы находится? Это просто заметили, вау, есть корреляция в кардиологических исследованиях, есть корреляция в вирусных исследованиях, либо уже исследование проводилось для подтверждения именно этой гипотеки. И второй… Дайте по подчередности. Вот эти, чтобы аккуратно-аккуратно проверить, вам нужно людей вирусами заражать. Такого рандомизированного клинического исследования никто не проводил. То есть все, что имеется, это некоторые эпидемиологические данные. В принципе, из эпидемиологических данных существуют возможности делать выводы о причинно-следственных связях. Это немножко сложнее. Есть очень хорошее эссе одного из самых известных эпидемиологов, который открыл то, что курение вызывает увеличенный риск рака легких. Такой сэр Ричард Доу. У него есть книжка, называется «Proof of Clauseality from Epidemiological Studies». Как из эпидемиологических исследований выводить причинно-следственные связи. И вот про связь вирусных инфекций с сердечными заболеваниями у нас есть некоторые косвенные данные из эпидемиологических исследований. На тот момент, когда я эту лекцию готовил, смотрел научную литературу, я бы не сказал, что там прямо какое-то так же хорошо доказано, как то, что курение вызывает рак легких. Но некоторые косвенные свидетельства в пользу этого имеются. То есть нужно понимать, что в науке там нет такого, что точно доказано и точно не доказано. Есть разные степени сомнений. Я пытаюсь эту степень сомнений сейчас передать. Это есть разумное предположение, оно не является окончательно устоявшимся в медицинской литературе. И по поводу той девочки, которая отличается от взрослевающей сестры. То есть ее так плотно начали заниматься, изучали ее генотип. И, естественно, она отличается от всех остальных людей. Но ведь с сестрой у нее, наверное, очень мало различий. Именно в этих местах, в этих различиях следует искать какую-то причину. Даже с сестрой у вас будет достаточно много генетических отличий. То есть у каждого из нас, у нас есть половина хромосом от мамы, половина хромосом от папы. Мама и папа генетически отличаются. У двух детей у них случайным образом определяется, какая из пары хромосом от мамы, какая из папы. То есть может быть такое, что у меня… Извиняюсь. И у ваших родителей тоже есть хромосома от мамы, а хромосома от папы. То есть может быть такое, что у одного человека первая хромосома от этой бабушки, от того дедушки, а у другого человека первая хромосома от другой бабушки, от другого дедушки. Ну, понятно. Я объясняю или не очень. То есть, в принципе, даже у брата и сестры хромосомы могут быть унаследованы от разных прародителей. И в этом смысле генетические отличия даже между братом и сестрой могут быть достаточно большими. Это немножко помогает наличие родственников, и в том числе родителей. Мы знаем, что у родителей этих признаков нет. И у бабушек с дедушками мы знаем, что этих признаков нет. В принципе, можно из этого некоторые выводы делать, но все равно на очень маленькой выборке людей, учитывая то, как сильно могут отличаться хромосомы двух индивидуумов, и даже у вас есть, у вас, каждая хромосома в двух копиях, внутри вас есть разнообразие. Ваша первая хромосома от одного родителя и ваша первая хромосома от другого родителя, они генетически отличаются. Вот на фоне этого большого разнообразия тяжело вычленить, что именно является причиной конкретного одного события. Вот нужно много-много разных людей, и их не очень много пока что. Я знаю, что геном этой девочки вроде бы был прочитан, но пока не опубликован. Сам я его не видел. Ну, не сложно сказать. Первый вопрос. Есть ли какой-то смысл для продления жизни животным, кроме дальнейшего использования для продления жизни человека? То есть, например, вот осьминожка, которая после того, как она дала потомство, продлили жизнь на полгода. Был ли какой-то смысл для нее? Потому что свою биологически заложенную функцию дать потомство она выполнила. Были для нее, грубо говоря, какие-то изменения в жизни от продления? С точки зрения индивидуума, она наслаждалась жизнью лишние полгода. С точки зрения… Причем беззаботной, потому что она свою функцию уже выполнила, можно теперь жить в свое развлечение. Я не знаю, как осьминожки развлекаются. Может быть, она потом полгода каталась в кокосе. Но с точки зрения эволюции, они не оставляют потомство второй раз. И поэтому, грубо говоря, если бы возникла какая-то мутация, которая приводит к тому, чтобы этот механизм отключался бы сам по себе, то это бы не привело к тому, чтобы эта мутация закрепилась. То есть долгоживущая осьминожка без этих желез, она бы не оставляла больше потомства. Потому что как только они оставили потомство, они уже больше… Они делают это один раз, как и в случае с этими рыбами, про которые я говорил. То есть именно поэтому, скорее всего, как раз и возник такой механизм, что был организм, который оставлял потомство один раз, и ему, в принципе, не за чем жить дальше. То есть пока что нет такого варианта, что у таких вот, например, осьминожек будет увеличение количества потомства за счет того, что они через несколько поколений у них атрофируется, грубо говоря, вот это вот отмирание и прекращение дачи нового потомства. Ну, наверное, если вы будете подвергать какой-нибудь селекции, то, в принципе, возможно мутация, при которой они сохраняют репродуктивную функцию, и тогда отмена того механизма тоже поможет им оставлять больше потомства. Но в природе этого у данного вида осьминожек не случилось. Почему этого не случилось? Ну, может быть, потому что такая мутация не возникает, а может быть, потому что есть какие-то факторы окружающей среды, из-за которых они, в принципе, не очень много выиграют от такой мутации. Вот, и второй, собственно, вопрос. В чем, по сути, смысл продления жизни для человека, не как для индивида, который боится смерти, который хочет пожить подошву такому роду, а для человечества в целом, которое и так с нынешним, грубо говоря, уровнем жизни средним по всему миру не способно нормально жить? Ну, вообще-то во всем мире наблюдается, в том числе и улучшение условий жизни, уменьшение количества бедных, доступ к разным технологиям, к воде, к пище, меньше голодных и так далее, и так далее. При этом уменьшается количество даже, грубо говоря, места, пригодного для жизни. Количество места, значит, вот есть вопрос про перенаселение. Перенаселение наблюдается во мире, прежде всего, в тех странах, которые являются бедными, с низким уровнем жизни. В странах, где все хорошо, почему-то внутренняя динамика, численность населения, как правило, идет, наоборот, на убыль населения. И у этого есть понятные социальные причины. Причина социальная, на мой взгляд, следующая, что если вы из бедного, из бедного какого-то города, где есть государство, которое не обеспечивает пенсии нормальные и нормальное содержание в пожилом возрасте, то если у вас не будет большого количества детей и внуков, то вас некому будет содержать в старости, и люди очень замотивированы иметь как можно больше наследников. И в том числе из них достаточно рано делают помогающие рабочие руки, которые помогают, собственно, жить, работать в поле, ходить на работу и так далее. Все меняется в, скажем так, в мире, в первом мире. Не в третьем мире, а в первом мире. Все меняется, потому что большинство родителей, они пашут на своих детей. Вы думаете о том, как бы мне сделать так, чтобы у ребенка было хорошее образование, как откосить его от армии, как сделать так, чтобы у него была своя квартира. То есть есть куча вложений, которые приходится вкладывать в потомство, и люди думают, а нафиг мне это нужно. Я могу сексом заниматься, с контрацептивами, поэтому это вообще не вопрос. А всем остальным я могу наслаждаться вообще жизнью ради себя, и мне не нужно иметь детей. Меняется отношение к этому. И в развитых странах, где все хорошо, где все на высоком уровне, где у людей есть деньги на презервативы, мы не наблюдаем чрезмерного роста перенаселения. Поэтому я думаю, что как раз научно-технический прогресс и может быть в какой-то момент решением вопроса перенаселения. Дать людям возможность не зависеть от своего потомства как индивидуума. Вот как-то так. Добрый вечер. Спасибо большое за увлекательный рассказ. У меня такой вопрос не очень научный получится. У меня три идеи привело к нему. Первое — это вы рассказывали про исследование, которое про Альцгеймера, где во время сна вырабатывается вещество. Я читал, что… Несклеточная жидкость. Да, да, да. Что подобное же вещество вырабатывается, когда человек уходит в состояние медитации. Они тоже это исследовали. Вторая идея — то, что большинство людей, которые, ну там, долгожители, они где-то там в горах, в деревнях ведут спокойный образ жизни и, не знаю, наверняка тоже как-то увлекаются раздумьями, медитацией. И третье — это то, что ну вот эта вот тема с Тором, она очень похожа на то, что люди, у которых, не знаю, образ мышления напоминает как раз антитор, когда люди готовы отказываться от всего, они тоже, не знаю, более доброжелательные, не знаю, счастливые. И, ну, смотря на пункт два, они тоже вроде как должны больше жить. Что вы об этом думаете? И второй вопрос, ну, были ли какие-то исследования, которые изучали влияние на медитацию, на долгожительность людей? Я не знаю исследования влияния медитации на долгожительство людей и, мне кажется, что есть вот тот механизм, который описан, описывал Нидергард, там, ведь вот этот выход в межслеточной жидкости, он влияет на работу нервной системы, и, собственно, как раз из-за этого там меняется отношение некоторых ионов в мозге, в этой межслеточной жидкости, из-за этого меняется возбуждимость разных нервных клеток, и из-за этого, собственно, отчасти возможно и возникает то, что в состоянии такого предсна и сна у нас очень неадекватное восприятие мира. Ну, вы можете себя вспомнить, когда только засыпаете или только просыпаетесь, ну, вы не так как бы четко разделяете реальность и фантазии, собственно. Вот, в частности, мне кажется, что это состояние, которое сложно не заметить. Я не слышал, что при медитации люди бы описывали состояние прям сна или близкого к полусну. Поэтому я не думаю, что тот же самый механизм бы задействовать. Это мое предположение. Что на самом деле происходит там при медитации, я не знаю, я таких исследований просто не видел, не интересовался. спасибо. Кстати, расскажи, ну, я-то знаю, но расскажи про влияние вот того, что есть ли корреляция между жизнью в горах, условно, где свежий воздух и все дела, и долгожительством. А ты знаешь? Ну, расскажи. Нет, а ты расскажи, раз ты знаешь. Ты так уверенно сказал, я знаю. Я не слышал про исследований корреляции в горах с долгожительством. Я думаю, что тут может быть ошибка выжившего, что, грубо говоря, человек с плохим здоровьем, он уже давно умер и скатился с гарой. Спасибо большое за лекцию. Я присоединяюсь к марафону двух вопросов. У меня вопрос первый. Почему ожидали, что генная терапия с переносом теломераза каким-то образом повлияет на рак? Это, собственно, первое. Ожидали, потому что раковые клетки — это клетки, которые активно делятся, а когда теломераза израсходуется, то клетка меньше делится. И поэтому, если вы раковые клетки подсунете, ну, клетки, которые могут стать раковой, подсунете еще и теломеразу, то ее выживаемость, ее способность делиться должна улучшиться. То есть вот как бы в этом была фишка, что они, в принципе, у такой хорошей, такой сильной раковой клетки опасной, у нее теломераза с высокой вероятностью работает, а это ей может как бы помочь. Отсюда это ожидали. Но, по-видимому, просто этот механизм именно у тех грызунов, которых изучали, такой, скажем так, механизм защиты от рака не является основным или существенно важным. По-видимому, в этом причина, по которой они не наблюдали такого эффекта. Ну и второй вопрос, такой типичный вопрос девушки, сидящей на диете. По поводу тех несчастных мышек, которых ограничивали в питании. Вот как бы на каком принципе это строилось? Это было просто физическое ограничение объема употребляемой пищи или она каким-то образом зависела от энергетической ценности, состава, еще чего-то? Ну и понятно, что во всех этих группах там их кормили примерно одним и тем же. То есть это дело не в составе пищи, а это именно в количестве употребляемых пищекалорий. И понятно, что они должны были строго следить, сколько те съедают. Поэтому там просто были, они знали, сколько в норме съедают грызуны. То есть вот если им давать столько, то они будут столько-то есть. А этих они просто подвергали, давали им физически меньше. Они не могли съесть больше, потому что просто больше им не давали. Вот. Таким образом ввелся как бы учет этого. Здравствуйте. Спасибо, было очень интересно. И у меня тоже два вопроса тогда уж. Первый вопрос женщины по статистике живут дольше мужчин, и, соответственно, может нам поискать в различиях XY-хромосомы вроде простой как бы простой вариант. И были ли проведены такие исследования? Ну, одно из отличий заключается в том, что есть, например, такой ген моноаминоксидазы, который присутствует на X-хромосоме средства мужчин, она в одном экземпляре. Когда этот ген ломается, люди более агрессивны, и когда вы много деретесь, то ваши шансы на выживание и потомство уменьшаются. Но я не думаю, что это может объяснить все различия между мужчинами и женщинами. Я, если честно, хороших объяснений, почему женщины живут дольше, чем мужчины, я не встречал. Кроме того, что бывают разные образы жизни, то есть не генетические факторы. А вот в чем генетическое отличие, есть ли генетическая компания, по-видимому, есть, но в чем заключается, я сейчас не знаю. И второй вопрос про голых землекопов. Отчего они все-таки умирают, если они не стареют, не болеют раком? Ну, рак, как мы уже выяснили, тоже бывает иногда. У них бывают всякие инфекции, они могут повредиться, могут подраться, кусать друг друга, то есть несчастные случаи, всякое такое. На самом деле просто в лабораториях их изучают не так давно, но в живой природе они живут под землей и достаточно сложно изучать и не всегда удается забраться от чего. Добрый вечер, спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос по поводу теломиразы. Если мы вводим ее в организм, она может воздействовать не только на раковые клетки, но и на весь организм в целом. Соответственно, весь организм также будет резко стареть вместе с раковыми клетками. Теломиразы, наоборот, омолаживают. Вы имели в виду какой-то другой ген, наверное. Нет, почему? Идея была в том, что теломиразы, если говорить так упрощенно, то теломиразы как бы в кавычках омолаживают. Это хорошо. Но вот если она воздействует на раковые клетки, соответственно, она будет воздействовать на весь организм в целом. Речь была о том, что она может увеличить вероятность того, что клетка обычно станет раковой, хотя это не подтвердилось экспериментально. Может быть, я это плохо объяснил, но могу попробовать еще раз. Теломираза нужна для того, чтобы клетки достраивали кончики теломера. Это важно, чтобы клетки делились. А когда клетки делятся, это помогает им омолаживаться. Поэтому была идея, что если мы теломиразу доставим целому организму в разные его клетки, то те клетки, в которые теломираза будет доставлена, они будут лучше обновляться, и организм будет жить дольше. Это и получилось в случае с грызунами, которых подвергли такой генной терапии. Ожидали при этом, что это повлияет не только на весь организм, но и на отдельные клетки, которые могут стать раковыми. Увлечит вероятность того, что эти клетки станут раковыми, но этого не получилось. Но на взрослых клетках раковое образование намного реже. Они ведь становятся раковыми чаще всего в стадии пролиферации. Ну, а поэтому и ожидали, что если дать теломиразу, то клетки будут пролифилировать, и это увеличит вероятность рака. Но экспериментально этого не наблюдалось. Может быть, потому, что есть множество других факторов, которые защищают клетки от... Ну, точно есть другие факторы, которые защищают клетки от онкологических заболеваний. Может быть, эти факторы на самом деле более существенны, чем теломираза. На одной теломиразе раковая клетка не уедет далеко. И еще просто вот ваше мнение. Какой смысл развивать вот это направление, если наш организм просто изнашивается? И то есть, как бы долговечно оно ни было, оно все равно в какой-то момент так ниточка протрется, порвется, так или иначе. И у нас на данный момент очень большая проблема с заменой органов, и очень медленно продвигается развитие замены на какие-то механические аналоги. Соответственно, как это все, возможно ли это все путить в один шаг, чтобы оно развивалось одновременно? Ну, смотрите, нету простых решений, нету одной какой-то кнопки, на которую можно нажать и продлить жизнь или победить старение. Речь идет о том, что есть в разных областях разные ученые из разных сфер пытаются параллельно решать разные проблемы. Иногда одни и те же проблемы разными путями, иногда разные проблемы разными путями, и все эти как бы разработки в разных сферах, они в совокупности должны а, как уменьшать изнашивание организма и на это направлены вот эти разработки типа генной терапии или попытки понять, влияет ли на пожитной жизни уменьшение количества калорий, употребляемых в пищу, влияют ли вот эти ингибиторы ТОРа, помогают ли они. Вот это вот то, что должно по идее снижать изнашивание организма. Параллельно другие люди пытаются придумывать, как там сделать хорошо приживающиеся искусственные органы. Параллельно другие люди разрабатывают, а можем ли мы, например, заменить какую-нибудь часть тела, изношенную, допустим, бионическим протезом. А другие люди параллельно думают о том, а можем ли мы там улучшить, уменьшить отторжение органов, которые пересаживаются с помощью тоже каких-то препаратов. А вот еще есть товарищ, который говорит, что мы ему научимся голову пересаживать. Тяжело. Сегодня была новость, что они какому-то трупу голову пересадили. Я не понял, что это значит. Я не успел прочитать, потому что было описано, что пересадили голову трупа. И получилось успешно. Я серьезно. Можете потом прийти, прочитать, что на самом деле произошло, потому что я не успел. Я убежал сюда на лекцию, и поэтому я только заголовок прочитал, что пересадили успешно голову трупа. Я задумался, как можно успешно. Но он остался трупом? А, то есть успех был в том, что он не ожил. Успех. Давайте, наверное, последний вопрос. Успех был в том, что они сделали это очень быстро. Все, кто не успели, вы сможете подойти поговорить с Александром после мероприятий? Нет, в смысле, это было правильное уточнение. Я имею в виду то, что у нас время заканчивается. Да, мы очень растягиваем, и поэтому нам ближе к концу надо под... То есть я не прерываю, а скорее про то, что... А, хорошо. Ну, а еще есть именно вопросы? Да, еще вот, ну, если они небольшие, то два, но, да, тебе тоже постараться надо. А так, в принципе, вот давайте два человека в другую поднимите. Ну, один вопрос здесь, и один, значит, вот молодой человек. Спасибо вам огромное за увлекательную лекцию. Я пару раз вырубилась, может, вы это заметили, но это было потому, что я плохо спала сегодня. На самом деле, очень интересно было. Но вы должны были узнать, что нужно хорошо спать. Да, это тоже влияет, кстати, на продолжительность. Поэтому, видите, моя лекция вам помогла. Да, у меня только один вопрос. Лично ваше мнение, он, наверное, философский. В чем смысл бессмертия для вас? Потому что, ну, я считаю, что смерть во многом придает смысл нашей жизни. Вот. Мы осознаем, что жизнь конечна, и поэтому творим, делаем что-то, как-то любим близких и так далее. Не может ли это привести к какому-то хаосу и всеобщему безумию, что люди просто будут уставать жить и делать самоубийства массовые и так далее? То есть, или как это будет? Будет разрешена эвтаназия, когда все, тот, кто захочет умереть, должен уйти, и у человека уже не будет выбора. То есть, не будет конца этому пути. Ну, я могу долго говорить. Ну, хорошо, я понял. Личное мнение. Тут есть две идеи, которые я хочу сообщить. Первая, моя личная. Я бы хотел, сидя в уютном кресле космического корабля через 5 миллиардов лет или сколько там осталось жить в Земле, наблюдать, как Солнце поглощает эту планету, чтобы потом улететь на Альфа-Центавру. Ну, условно. Нет, мне очень интересно, что будет в будущем происходить на планете, какие технологии будут открыты, что мы узнаем о том, как устроена Вселенная, что нам скажут астрофизики, что нам скажут. Мне кажется, что человек, которому неинтересно это, который живет скрещительно какими-то бытовыми проблемами, ну, понятно, что кто-то просто, кому-то просто не повезло в том смысле, что у него нет возможности задумываться об этом. А тем, кто у кого есть возможность задумываться об этом, мне кажется, что это очень, ну, скажем так, странно, что людей это не интересует. Это же очень интересно. Как же мир устроен? Это для меня. Почему я хотел бы жить дольше? Я хотел бы больше знать того, чего не узнают при моей жизни, если я проживу, допустим, там, сто лет. Вот. А второй момент по поводу того, там, представьте себе, что вот вам сказали, вам осталось жить год, но вы можете получить еще один. Я думаю, этот вопрос вообще достаточно тривиально решается. ну, да, я хочу еще один. А потом говорят, ну, хорошо, вам осталось жить два года. Ну, проходит еще год, вам осталось жить год, хотите еще один? И мне кажется, что вот, вот если перевести вопрос в этот вопрос, не задумываться о том, хочу ли я жить вечно, хочу ли я жить еще один, один год больше, чем тот момент, когда мне положено умереть. то для большинства людей вопрос, в общем, достаточно очевиден. Вот. Это немножко меняет плоскость мышления. Вот. И я, собственно, точно так же думаю. Ну, вот я подозреваю, что если все пойдет по плану, то моя ожидаемая средняя продолжительность жизни, там, не знаю, если я останусь в России, то лет, там, 75-80, если я перееду в Канаду, то 90, да. Вот. Значит, я хочу, хочу ли я 100, ну, да, а потом посмотрим, захочу ли я 110. Вот. И последний, да, вопрос. Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вот такой вопрос, возвращаясь к тому, что люди долго живут, и как бы очень сложно наследить какие-то генетические изменения и их влияние. Ну, скажем, за последние тысячелетия, может быть, два тысячелетия, много внешних факторов было, которые влияло на человека, болезни или там еще что-то. Но вот за последние два тысячелетия, по-моему, это довольно достоверный факт, что рост человека, он увеличивался. Сейчас средний рост человека намного выше, чем средний рост человека, который жил там полторы тысячи лет назад или тысячу лет назад. И это как-то у меня лично перекликается с тем, что карликовость уменьшает, ну, увеличивает как бы нашу продолжительность. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет этого замечания. Если честно, я не знаю, как менялся рост людей за последние тысячу лет. Я читал одну статью про то, что рост девушек немножко уменьшается в некоторых популяциях, но я не уверен, что это до сих пор считается фактом. Вот. Но я не думаю, что тут нужно проводить какие-то параллели, тем более, что все-таки продолжительность жизни больше зависит от медицины. Люди две тысячи лет назад имели среднюю продолжительность жизни, ну, скажем так, в два раза меньше, чем сегодня. И это точно нельзя объяснить генетическими отличиями людей, которые жили две тысячи лет назад и сегодня, потому что эволюция требует очень длительного времени, чтобы реально что-то серьезно изменилось. в популяции гетогены, чтобы распространились, а в то время как, допустим, там антибиотики, они дают вам изменение продолжительности жизни моментально. Вот. Их изобрели, их наводили на массовое производство и сразу получили ощутимое увлечение продолжительности жизни целой популяции людей. Поэтому, мне кажется, тут не связана динамика изменения роста людей в процессе эволюции с изменением продолжительности жизни. Хорошо, спасибо. Из того, что я читал, изменение роста связано с улучшением питания, не с генетическими изменениями. Да, это тоже фактор. Давайте поблагодарим Александра. Сейчас все будет. у тебя книжка за лучший вопрос. Да. Да. Ну вот, давайте девушке, которая, чтобы она могла, чтобы помогло спать лучше по ночам. Спасибо. так, давайте поблагодарим площадку, потому что ничего бы это не состоялось, если бы нас не пригласил парк зарядия. и спасибо всем вам за то, что вы сегодня пришли. Один момент. Вот, да, во-первых, подписывайтесь, потому что там будут наши анонсы, в том числе мероприятия. Во-вторых, подписывайтесь на Курилку, потому что там тоже будет наши анонсы мероприятия, не только по биологии. И следующее мероприятие по биологии здесь пройдет 7 декабря. Будет выступать доктор биологических наук, кандидат, ну там, в общем, популяризатор науки Михаил Гельфанд. Про... Да. Будет безумно интересно. Очень советую. Так что подписывайтесь, приходите. И спасибо, что сегодня с нами были. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok